Почему некоторые люди страдают от боли больше, чем другие? Я расскажу про переносимость боли и болевой порог, что усиливает боль и снижает ее восприятие. Вредные стимулы окружающей среды, повреждения тканей и болезней вызывают боль. Избегающие, избегание травмы, защита поврежденных тканей для содействия заживлению имеют очевидную ценность для выживания. Эволюционная полезность вызванных болью поведенческих реакций подтверждается очевидным сохранением сберегающих здоровье механизмов у всех животных с нервной системой. Боль является единственным наиболее распространенным симптомом, о котором сообщают при обращении за медицинской помощью. В нормальных условиях боль сигнализирует о травме. Единственная болевая реакция состоит в том, чтобы защитить себя. Пока мы не выздоровеем, боль не утихнет. Люди различаются не только по способности обнаруживать боль, терпеть ее и реагировать на нее, но и по тому, как они сообщают о ней и как реагируют на различные виды лечения. Так почему же боль не одинакова у всех? Индивидуальные различия в состоянии здоровья часто являются результатом сложного взаимодействия психических, физиологических и генетических факторов. Болезненные переживания на протяжении всей нашей жизни происходят на фоне генов, делающих нас более или менее чувствительными к боли. На наше психическое и физическое состояние предыдущий опыт боли и окружающая среда могут моделировать наши реакции. Смотрите далее мое видео, и я расскажу подробнее про факторы, влияющие на то, как мы воспринимаем боль, и почему чувствуем ее по-разному. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новое видео. Почему люди страдают от боли больше, чем другие? Ответ можно найти в понимании терминов «терпимость к боли» и «болевой порог», которые также могут понять лучше, как справиться с болью. В чем разница между болевой терпимостью и болевым порогом? Болевой порог – это минимальная интенсивность, при которой человек начинает воспринимать боль и ощущать раздражитель как болезненный. Терпимость к боли – это уровень боли, который человек может терпеть и терпеть. Например, при прослушивании звука уровень громкости, при котором звук становится болезненным, описывается как болевой порог для этого человека в это время. Другой пример – температура. Температура, при которой что-то горячее или холодное становится болезненным, является болевым порогом для этого человека в это время. Как и в случае со звуком, болевой порог человека может быть разным в разные периоды жизни. Болевой порог для горячих и холодных температур может зависеть от возраста. Также люди, которые регулярно подвергаются воздействию экстремальных температур, могут постепенно повышать свою толерантность, что приводит к снижению болевого порога. Болевой порог различается у мужчин и женщин и может колебаться в зависимости от многих других факторов. Теперь давайте расскажу подробнее. Чувство боли. Почему у двух людей может быть совершенно одинаковое физическое состояние, а боль может для одного быть просто раздражением, а для другого – настоящей агонией. Несколько исследований показали, что боль так же уникальна, как и человек. Различия в биологических, психологических и социокультурных факторах имеют огромное влияние на восприятие боли. Разум и эмоции влияют на восприятие боли. Однако хроническая боль может вызывать гиперчувствительность. Врачи знают, что хроническая боль изменяет способ обработки нервами, спинным и головным мозгом раздражителей. Прошлые опыты, а также травмы влияют на чувствительность человека и восприятие боли. Исследователи боли считают, что регулярное воздействие болевых раздражителей может повысить переносимость боли. Это выглядит как тренировка. Некоторые люди учатся справляться с болью, становясь более приспособленными к ней. Однако есть также доказательства, подтверждающие теорию о том, что многократное воздействие боли может заставить человека более энергично реагировать на незначительную боль в будущем. Например, раздражение нервных окончаний больного органа демонстрирует заболевание. Со временем, если болезнь не вылечится, раздражение нервных окончаний становится хроническим и боль воспринимается сильнее. Существует опасность высокой терпимости к боли. Высокая переносимость боли не обязательно является хорошей. Такое восприятие может привести к тому, что человек не будет чувствовать или будет игнорировать предупреждающие сигналы своего тела о том, что что-то не так. Например, люди, менее чувствительные к боли, могут подвергаться повышенному риску тихого сердечного приступа, поскольку они не замечают классических симптомов сердечного приступа. Хотя высокая терпимость к боли может быть хорошей во многих отношениях, тем не менее, эти люди должны быть бдительными. Им нужно обращать внимание на свое тело, потому что даже дискомфорт может быть сигналом серьезной проблемы со здоровьем. Что усиливает боль? Есть много действий и состояний, которые могут привести к более сильному ощущению боли. Я перечислю несколько распространенных факторов, которые могут способствовать усилению восприятия боли. Если человек, страдающий от боли, может уменьшить или устранить эти способствующие факторы, его чувство боли уменьшится. Стресс. Стресс влияет на способность организма воспринимать боль. У людей с повышенной тревожностью выявлено снижение порога болевой чувствительности. Это значит, что они воспринимают боль сильнее. Реакция на стресс немедленно вызывает специфические физиологические, психологические и эмоциональные изменения в организме, которые повышают способность справляться с угрозой. Либо бороться с ней, либо бежать от нее. Реакция на стресс включает в себя усиление чувств и стимуляцию нервной системы, благодаря чему человек остро осознает опасность и получает усиление способности защищаться от нее. Усиленное действие может вызвать гиперчувствительность нервов и органов чувств. Когда реакции на стресс возникают нечасто, организм может относительно быстро восстановиться после физиологических, психологических и эмоциональных изменений, вызванных реакцией на стресс. Однако, если реакции на стресс возникают слишком часто, организму труднее восстанавливаться. Хронический стресс может привести к тому, что организм останется в полуэкстренной готовности и стимулированном состоянии, поскольку гормоны стресса являются стимуляторами. Тело становится гиперстимулированным в ответ на стресс. Нервная система – это та самая система, которая отвечает за отправку и получение информации, включая сенсорную информацию. Когда нервная система становится гиперстимулированной, она может стать очень чувствительной и сильнее реагировать на раздражители, включая звуки, движения, ощущения и запахи. Наличие гиперактивной нервной системы является распространенным следствием гиперстимуляции в ответ на стресс. По мере увеличения стимуляции повышается чувствительность и реактивность нервной системы. Это объясняет повышенную болевую чувствительность во время хронического стресса. Бессонница. Проблемы со сном снижают переносимость боли. Согласно норвежскому исследованию, опубликованному в журнале Pain, у участников страдающей бессонницей чаще одного раза в неделю, переносимость боли была значительно ниже, чем у тех, у кого не было проблем со сном. Депрессия. Депрессия влияет на восприятие боли. У людей, страдающих депрессией, жалобы на боль звучат значительно чаще, и боль описывается ими как более сильная и раздражающая. Продокс боли депрессивных индивидуумов проявляется в снижении болевой чувствительности в сочетании с высокой чувствительностью к эндогенной боли, то есть боли от внутренних органов. Генетика. Гены играют важную роль в определении чувствительности человека к боли. Проявляются все больше доказательств того, что ряд генов играет критическую роль в определении болевой чувствительности. Дети наследуют чувствительность от родителей. Врачи-педиатры и детские стоматологи нередко говорят, мой ребенок такой же нетерпеливый, как и я, или очень чувствительный, как его отец. Толерантность к боли. Первые исследования генетики боли касались семей с крайне редкими заболеваниями, характеризующимися отсутствием боли. В первом отчете о врожденной нечувствительности к боли описывались чистая анальгезия у артиста, рабочего в передвижном шоу под названием «Человеческая подушка для иголок». Это состояние встречается редко, только несколько случаев были задокументированы в Соединенных Штатах. Хотя жизнь без боли может показаться благословением, эти люди должны всегда быть на чеку на случай серьезных травм и смертельных заболеваний. Обычно дети падают и плачут, но в этом случае нет боли, чтобы отличить царапину от сломанной кости. Нечувствительность к боли означает, что нет боли в груди, сигнализирующей о сердечном приступе, и боли в правом нижнем углу живота, намекающей на аппендицит. Поэтому такие люди могут умереть, прежде чем кто-либо поймет, что у них что-то не так. Сверхчувствительность к боли. Вариации генов не только вызывают нечувствительность к боли, но также запускают тяжелое состояние, характеризующиеся сильной болью. В таких случаях мутации в некоторых генах вызывают больше болевых сигналов, чем обычно. Катахоламины. Катахоламины, которые включают норадреналин, адреналин, дофамин, серотонин, выполняют сложные и множественные функции в головном и спинном мозге, включая восприятие и обработку боли, а также повышение и снижение чувствительности к боли. Изменение уровня катахоламина влияет на восприятие боли. Пол. Исследование показало, что женщины испытывают боль больше после операции, чем мужчины. А исследование, проведенное в 2002 году Центром нейросенсорных расстройств Университета Северной Каролины, показало, что у женщин более низкий болевой порог, чем у мужчин. Причина в том, что женский организм вырабатывает меньше естественных обезболивающих бетаэндорфинов, чем мужской. Структура мозга может быть индикатором вашего болевого порога. Выявлена корреляция между чувствительностью к человеку к боли и толщиной коры головного мозга. Другие исследования показывают, что меньшее количество серого вещества в мозгу также может быть связано с более высокой чувствительностью к боли. Физические тренировки. После физических упражнений у здоровых людей был более высокий болевой порог. Однако у людей, уже страдающих от хронической боли, результаты были неоднозначными, в зависимости от состояния боли. Можно ли изменить свою толерантность к боли? Да, исследования показывают, что люди могут изменить свою восприимчивость к боли. Например, спортсмены учатся принимать боль, чтобы заставить себя выступать на более высоком уровне. Наверное, у каждого был случай, когда он на какое-то время забыл о боли, потому что мысли его были чем-то заняты и отличены. Подобным образом мы можем научиться отвлекаться, отвлекать свой разум от восприятия боли. Альтернативные методы боли, лечения боли, такие как техники релаксации, биологической обратной связи, могут научить людей отвлекать внимание от боли. Есть несколько краткосрочных стратегий, которые могут быть полезны. Максимальное уменьшение стресса снижает реактивность нервной системы. Веселье – хорошее средство от стресса. Контролируемое расслабленное дыхание успокаивает нервную систему, сделав ее менее реактивной. Хороший сон успокаивает чрезмерно реактивную нервную систему. Регулярные легкие или умеренные физические нагрузки – хороший способ снять стресс и успокоить тело. Самое часто используемое средство при боли – это обезболивающие препараты. И да, конечно, не надо про них забывать. Прием обезболивающих таблеток за 30 минут до манипуляции значительно облегчает все болезненные моменты. Также существует схема подготовки к болезненным процедурам, которые включают аксиолитики и нейролептики для снижения возбудимости нервной системы. Такую подготовку назначает врач. Спасибо, что смотрели мое видео. Желаю вам испытывать меньше боли, быть здоровыми и находить много счастливых моментов в каждом событии дня. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok